Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и биографии Анджела Караселли или Каразелли. Итальянский художник эпохи барокко, работавший в основном в своем родном Риме, создавал религиозные произведения, аллегорию, портреты, а также жанровые сцены в духе караваджиста. Регулярно возвращался к сценам колдовства и колдунов. Я пользуюсь википедией. Его стиль электичен и демонстрирует влияние главным образом караваджа и художников низменных сцен, в кавычках, действующих в Риме, называемых бомбочанти. Его творчество характеризуется стремлением к оригинальности. Это проявляется в сильном натурализме и святотене, которые характеризуют его композиции, а также в его предпочтении изображать ярких персонажей современного Рима, сцены колдовства и музыкантов. Творчество Караселли оказало влияние на других караваджистов, таких как художник Лукьеза Петра Паолини и голландский художник Дирван Буре. Несмотря на влияние караваджизма, его творчество характеризуется поиском оригинальности и определенным сопоставлением торжествующему абсолютизму в стиле барокко, что выражается в некоторых архаизирующих, в кавычках, тенденциях в его творчестве. Караселли также был активным художником-реставратором, переписчиком и, возможно, фальсификатором. В последние годы ряд картин был приписан еще неидентифицированному художнику, которого называют псевдо-Караселли. Стиль анонимного художника настолько близок к стилю Караселли, что считается, что этот художник должен был находиться в непосредственном контакте с Караселли. Из-за сходства стиля было трудно с уверенностью отнести определенные работы к одному из двух художников. Родился в Риме в 1585 году. Отец был перекупщиком поддержанного золотого серебра, что в те дни было занятием низкого пошиба. Вырос в популярном районе Рима, не получил формального образования, был собомочек. Научился рисовать, работая в реставратором и копистом. Он стал очень искусен в копировании старых мастеров, таких как Аннебали Карачи, Тициан Караваджи. Говорят, что Пуссен не мог отличить выполненную Караселли копию Мадонны Рафаиля от оригинала. Ходили слухи, что он занимался подделкой произведений искусства и выдавал некоторые из своих копий из оригинала. По серии описывает, что Анжела Караселли одевался очень строго, стоически отказываясь от всякой роскоши. Сообщается, что это придало ему смехотворный вид и оказало негативное влияние на его репутацию. Однако это не помешало ему быть плейбоем, который искал любовных у тех, на которые он тратил большую часть своего времени. Художник провел некоторое время во Флоренции, он работал над копиями и вставками картин, которые особенно ценил Казима II Медичи, великий герцог Тосканы. Вступил в Академию Святого Луки в Риме в 1604 году и оставался членом до 1636 года. Вероятно, он был членом без права голоса, пока ему не исполнилось 30 лет по правилам введенной папой Павловом V в 1605 году. Он смог получить важные заказы, в том числе Кьези Нуова. В этой церкви он нарисовал двух пророков и пьету масляной краской на штукатурке на стенах часовни Витричи. В 1615 женился на Моей Турке или Турче, чей отец был сицерисом из Палермо, который много лет жил в Риме. Пассели продолжает утверждать, что семья жила в чайном положении, поскольку Карасели не получил много заказов. По этой причине молодая пара покинула Рим в 1616 году, поселилась в Неаполе. Единственная дочь семьи и трое сыновей, Карла, Анжела и Франческо, родились в Неаполе. Семья Карасели вернулась в Рим в 1626 году, а Карасели был известен своей любовью к красивым женщинам и часто пренебрегал своими супружескими обязанностями по отношению к жене. Смог привлечь в свою мастерскую несколько учеников, делил студию с Петро Паолине. В 1630-х годах художник пережил бурное время, в том десятилетии он получил заказ от семьи Барберини. Подружился с кардиналом Лоренце Магалотти. Авдовел в 1637 году жил с художником Агастино Тасси. Он часто сотрудничал с Тасси, который использовал его для рисования больших фигур по их пейзажам. В 1642-м женился на Бригитте Лауверс, дочери фламандского пейзажиста Бальтасара Лауверса. После второго брака семейная жизнь Карасели наладилась, и он стал более прилежным в своей работе. Несмотря на плохое состояние здоровья, он продолжал рисовать до своей смерти в Риме 8 апреля 1652 года. Ну вот так вкратце из Википедии о художнике, итальянском художнике эпохи барокко, работавшем в основном в Риме, которая создала религиозные произведения, аллегории, портреты, а также жанровые сцены Анджела Караселли или Каразелли. Все, пока-пока, привет, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok